Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях региона прямо сейчас. Библиотеки и уличные спортивные площадки в открытом доступе. На оперштабе подвели итоги недели первого этапа снятия ограничений. Наше решение. Продолжается голосование по поправкам в Конституцию России. Малые реки, озера, пруды. Водные объекты Чувашии проверила природоохранная прокуратура. Библиотеки, стадионы и спортивные площадки на открытом воздухе все же откроются в ближайшее время. Такая рекомендация прозвучала на заседании оперативного штаба по коронавирусу, где подвели итоги недели после выхода на первый этап снятия ограничений в республике. По данным Минздрава Чувашии, в регионе наметилась устойчивая тенденция к снижению числа выявляемых случаев заражения COVID-19. Менее 70 человек ежедневно. Центр распространения, который на сегодня у нас равен 0,93, при рекомендуванном не более единицы. Процент свободного конечного фонда равен 51,2%, при рекомендуванном 50% и более. Показатель тестирования на стоточное население на 26 июня составляет 118,86. Есть незначительное снижение буквально в течение 1-2 дней. На 26 июня в Чувашии зарегистрировано 4860 зараженных, из которых 2807 выздоровели, 28 скончались. Наибольшее количество зараженных, а это 40% в Чебоксарах, по-прежнему неблагополучно в Ядринском районе. В столичном детском доме «Малютка» зарегистрировано 7 случаев заражения вирусом. Отметим, что учреждение работает в закрытом режиме. В последнее время отмечен прирост вне больничной пневмонии, вызванной коронавирусом. Почти в два раза отмечает Роспотребнадзор Чувашии. И это вызывает особую озабоченность. Поэтому сильно спешить не стоит. Однако некоторые объекты все же откроют. В части вот так называемых открытых объектов физической культуры и спорта, здесь, мне кажется, сомнений уже у нас не должно оставаться. Нам надо найти эти библиотеки. Я тоже полностью поддерживаю. То есть формат выдачи книг по записи без соблюдения мер безопасности, это тоже, мне кажется, надо запустить. Напомним, из республиканского бюджета были выделены дополнительные средства для дезинфекции общественных пространств, открытых площадок, остановок общественного транспорта, придомовых территорий и подъездов многоквартирных домов. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Вопросы сотрудничества обсудили сегодня в Доме правительства. Олег Николаев встретился с министром сельского хозяйства и потребительского рынка республики КОМИ Анатолием Князевым. Обе стороны готовы увеличить торговый оборот между регионами КОМИ и ЧУВАШИЙ. Вице-премьер правительства КОМИ выразил заинтересованность в поставке из нашей республики яблок и зерна. У нас регион незерновой, мы имеем животноводство, мы имеем птицеводство, свиноводство, мы собираем зерно по всей стране. Конечно, не всегда сцены устраивают, иногда расстояние огромное, по крайней мере, ЧУВАШИ и КОМИ имеют предоставление. Дело в 800 километров, это для севера, это для КОМИ расстояние небольшое. В свою очередь республика КОМИ готова предложить ЧУВАШИЙ оленину. Всего в России 12 субъектов, занимающихся оленеводством. Сейчас северный регион занимает шестое место в стране по поголовью оленей. Олег Николаев отметил и другие направления для развития партнерства. Найдем все-таки еще большее направление взаимодействия. Это и продукции Чебоксатского тракторного завода, где помимо самих тракторов есть и коммунальная техника, это и электротехника. Это сейчас у нас достаточно много машиностроительных предприятий, всю новую-новую продукцию осваивают. Вот в частности, кто запустил производство холодильных камер. Чтобы детально изучить возможные направления сотрудничества, стороны договорились провести совместную сессию. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Расширенные заседания провели еще две региональные партийные организации «Справедливая Россия» и «Родина». Речь шла о поддержке кандидатов на пост главы ЧУВАШИИ. На заседании «Справедливая Россия» председательствовал Анатолий Аксаков, который, помимо работы в Госдуме, возглавил Высший экономический совет ЧУВАШИИ. Буквально позавчера бизнес-сообществу республики был представлен результат деятельности совета – комплексная программа развития региона. Анатолий Аксаков оценил и работу однопартийца Олега Николаева в должности руководителя республики, отметив, что она была бы еще успешнее, если бы не пандемия коронавируса. Несмотря на то, что Олег Николаев принял решение идти на выборы как самоводвиженец, региональное отделение партии «Справедливая Россия» считает своим долгом всемирно его поддерживать. Стоит сказать, что люди очень хорошо и дружелюбно всегда относились к Олегу Алексеевичу, потому что у него чудесные личные качества – это выдержка и стрессоустойчивость. По движению Олега Николаева кандидатам на пост главы Чувашии единогласно поддержали и члены регионального отделения партии «Родина». По словам лидера Владимира Михайлова, они полностью согласны с курсом, но ускоренное социально-экономическое развитие, которым идет Чувашия в последние пять лет, и поддерживают другие инициативы руководителей региона. Совсем недавно было принято решение поддержать села и деревни, раздать им по 100 тысяч рублей. Это очень хорошая поддержка для людей, живущих вдали от города. Они могут по своему усмотрению облагородить там деревню, территорию. Мы считаем, что эта работа очень правильная. Участники конференции «Исправедливая Россия» и «Партия Родина» уверены, что положительные изменения в республике продолжатся. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Николай Скворцов. Республика. Накануне партия «Патриоты России» в Чувашии выдвинула своего кандидата на должность главы Чувашии, 39-летнего Олега Матвеева, депутата Чебоксарского районного собрания. Он также подал документы в Центр избирком республики. Конференция состоялась и в региональном отделении партии пенсионеров России. Ее кандидат на пост главы Чувашии – 67-летний Николай Степанов, лидер регионального отделения партии. Продолжается голосование по поправкам в Конституцию России. Напомним, избирательные участки работают с 8 до 20 часов. Кроме того, организована и работа выездных бригад. Они дежурят по графику в разных микрорайонах. Избирательные участки расположены в школах, дворцах культуры, других учреждениях. Особое внимание – соблюдению санитарных требований для безопасного голосования. Члены избирательной комиссии измеряют температуру, предоставляют маски и перчатки. Первое, что я хочу сказать, это выразить, конечно же, благодарность Центру избирком и членам избирательной комиссии, которые создали такие безопасные условия для проведения столь масштабного мероприятия. Что касается поправок в Конституцию, то еще на стадии их обсуждения, в последующем опубликования, естественно, их поддержал. Что касается, представляя отрасль здравоохранения, хочу отметить, что государство действительно стало более социально ориентированным, гарантирует доступную и качественную медицинскую помощь, причем за нее отвечают уже все субъекты от федеральной и региональной власти, ну и органы местного самоуправления. Главное, что государство создает необходимые условия для введения здорового образа жизни, ну а наша основная цель – сформировать у населения культуру ответственного отношения к своему здоровью. Только сопоставляя такие моменты, можно улучшить наши медико-демографические показатели. Я думаю, наши земляки, конечно, откликнутся и активно поддерживают те поправки, которые обсуждались в стране и внесены в проект будущей обновленной Конституции Российской Федерации. Одна из главных поправок в Конституции касается института семьи и поддерживает традиционные ценности брака, как союза мужчины и женщины, политику, направленную на поддержку детства. Отдельные статьи посвящены защите суверенитета и территориальной целостности государства, сохранение культурного наследия и обеспечение исторической правды. Человека для меня очень важная поправка относительно поддержки детей, воспитания у них патриотизма, бережного отношения к своим родителям, к старшему поколению. Я хотел бы отметить, наверное, одно из важнейших положений конституционных изменений – это историческая правда. Посмотрите, что сегодня происходит. И мы должны сделать все, чтобы никто не покушался на наши идеалы. Это очень важно. Жители также голосуют по объектам благоустройства дворовых территорий. Прилагается и перечень проблем, которые, по мнению горожан, необходимо решить в первую очередь. Чтобы не создавать скопление людей на участках для голосования, организован объезд мобильными группами дворовых территорий. Кроме того, у малосильных граждан есть возможность бесконтактного голосования на дому. Евгений Романов, Игорь Зверев, Андрей Спиридонов. Республика. Как воспитывать у молодого поколения уважение к родине, к нашей истории, к ментальным традициям? На чем основывается патриотическая работа в Чувашии? Обсудили участники координационного совета в режиме видеосвязи. О чувстве долга, любви к родине, уважении к окружающим можно говорить много. Но это как раз тот случай, где слова не главное. Воспитывать патриотизм у подрастающего поколения можно только поступками и личным примером. В Чувашской республике в следующий год у нас объявлен годом трудового подвига народа при строительстве сурского и казанского оборонительных рубежей. И здесь очень важно и нужно, чтобы исследовать те факты, которые имели место во время войны при строительстве этого важного оборонительного объекта. Смотреть, как самоотверженно трудился народ, российский народ, чувашский народ, для того, чтобы в случае необходимости обеспечить защиту своей отчизны. Студенты ЧГУ создали портал «Солдаты Чувашии» – уникальный мультимедийный онлайн-ресурс, на котором собраны материалы об уроженцах и жителях республики, участниках войны. Патриотизм – это и добровольческие инициативы. Сегодня тысячи волонтеров помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Акция, которую мы с вами реализуем сейчас, мы вместе, около 120 тысяч волонтеров, которые по-разному на разных гражданских фронтах борются с коронавирусом, и также помогают ветеранам, также помогают старшему поколению. Чувашская республика за последний год серьезно поднялась в нашем внутреннем рейтинге в рамках реализации молодежи для политики на 17 пунктах. Это серьезно. Мы фиксируем, что большое количество молодых людей участвуют в наших граммовых конкурсах, получают средства на реализацию своих и локальных инициатив, и каких-то всероссийских проектов. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика. Водные объекты республики находятся под защитой. Любое серьезное загрязнение рек, озер и прудов преследуется законом. Чаще всего они страдают от неочищенных стоков, угрожающих флоре и фауне водоемов. Природоохранная прокуратура ежемесячно мониторит ситуацию. Жижа такая, мутная вода такая, ну, навозная жижа. Все озеро вот так вот усыпано, если можно сказать, мертвой рыбой. Где-то мертвые, где-то вот они всплыли, хватают ртом воздух. Массовая гибель рыбы – явный признак загрязнения. Так было и в 2012-м в реке Малый Цивиль. В пробах воды тогда обнаружили аммиак в 25 раз выше нормы. Сейчас в этом месте, около села Шахазаны, обстановка спокойная. В таких местах тоже рыба застревает, когда мертвая есть. Специалисты прокуратуры и рыбнадзора осматривают реку и вблизи у берега, и сверху с моста. Загрязнения обычно видны невооруженным глазом. Что у нас тут? Вон диск, и он рядом с диском. Сейчас увидишь рыбок шмогает. Такие небольшие. Залонного запаха тоже не чувствуется. Нет, рыба есть. Расследование в 2012-м году показало, что тогда отходы в Малый Цивиль попали через приток реку Малая Сонарка, которая, в свою очередь, связана с прудами, граничащими с чеками ворнарского мясокомбината. Хранилища отходов должны быть надежно отделены от природных водоемов, чтобы в случае сильных дождей они не переполнились и не вылились в соседние водоемы. За восемь лет, по словам местных жителей, природа здесь восстановилась. Всяких тут много птиц. Если бы вода была убитая, грязная, то тут бы никто бы не сидел. Тут и утки, и айсы. В прошлом году тут ловили. Кидай, вытаскивай, кидай, вытаскивай. Вот таких красок. Чаек много, значит, и этот, мальков много. А вот визуальный осмотр берегов пруда вызвал вопросы. На бетонных краях наст коричнево-зеленого цвета. Да и растения на берегу покрыты темной массой. Разъясняем, что в статье 250 Уголовного кодекса у нас установлена ответственность за загрязнение, засырение поверхностных вод. Если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному миру, рыбным запасам. А в статье 256 Уголовного кодекса у нас установлена ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Позже сюда приедут органы контроля и проведут отбор проб воды. По поручению природоохранной прокуратуры. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Хоккей, в который сыграют настоящие звезды российского кино и спорта, запланирован на август. В августе этого года в Чебоксарах планируется провести хоккейный турнир с участием звезд отечественного спорта, театра, кино, регионального правительства и ветеранов хоккейного клуба «Сокол». Этот турнир должен стать одним из ключевых в программе празднования юбилея республики. Ожидается, что в Чувашию приедет двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, легендарные хоккеисты Игорь Ларионов, Александр Гуськов, Вячеслав Анисин. Это были новости пятницы. Хороших вам выходных. До свидания.